всем приветик сегодня без 15 12 начинается у нас влог я собралась одела кроссовки джинсы и футболку саша наделся он поедет по своим делам а я поеду встретиться в центре с подружкой я кстати сегодня успела уже сделать депиляцию бикини ноги подмышки позавтракали мы вот мы собрались и как обычно стрелки спр защита 90 это можно выходить а еще постельная поменяла и постирала сегодня прикиньте сколько я всего успела ваще уже в центре саша будет занят до четырех мы отправимся подружкой саши торговый центр галерея и погуляем там она приехала короче до конца месяца и вот очень хотелось успеть увидеться сколько сейчас я не живу в другом городе на улице сегодня прямо так очень даже харка именно поэтому и решили что отправимся в торговый центр где-нибудь кушаем пошопимся пообщаемся в общем вот такой план вообще у нас сегодня не только эти дела саша приедет за мной в 4 и у нас до самого позднего вечера мы будем заняты ну вы все увидите я вам вставила фотку как мы увидели с подружкой мы не виделись целый год поэтому мы болтали разговаривали и в общем то времени не было ничего снимать уже за мной заехал саша и мы приехали за город мы уже находимся в северском районе и приехали в гости к папе а здесь куча абрикосов вот такая красотища вы только посмотрите они супер спелые сладкие вкусные в общем красота саша с папой на крыше собирают урожай они уже сами сыпятся настолько спелые это нечто а потом затерялся в абрикосов красота я тут на передовой можно сказать во какие же они яркие и сочные вообще просто шикос больше чем листьев наверно абрикосов такой классный день получился наконец-то мы сделали выходной вообще на самом деле у саши были дела но в то же время наконец-то мы увиделись с моей подружкой я очень рада и наконец-то приехали в гости короче кайф наслаждаемся этим деньком я там вчера хорошо град и грядки пролила поэтому сегодня мы отдыхаем вообще сочные сладкие вкусные вообще офигенные шикос уже наверное седьмое ведро такое набираю полное сначала был сбор сверху теперь сбор снизу как она там абрикосово абрикосово хорошо уже темнеет едем домой здесь вот такая красота любовь повернулась коровки идут домой папа передал нам ой таких всяких вкусняшек я дома покажу когда доедем домашних еще к бабушке заедем ей тоже завезем передал там всякое абрикосов насобирали буду их морозить компоты варить так будем кушать абрикосы вот такие прям сортовые вкусные сладкие как варенье да вообще кайф сразу варенье можно просто замесить их в блендере и все в шкурке если поубирать будет вообще чистое варенье на смузи можно делать с бананом будет тоже очень вкусно короче у нас сегодня такой вообще классный день со всеми пообщались со всеми увиделись хоть как-то развеялись да ремонт и огород ремонт и огород что в Леруа поедем? я не знаю 9 вечера блин ну да какое дело в общем сейчас подумаем ну в любом случае мы едем в Краснодар уже у нас время 11 часов мы еще заезжали к бабуле с тетей отдали ему попадал 5 литров риса ну такую тоже ему отдали поделились кабачками еще попадал молодая капуста кабачки завтра буду запекать с капусты хочу сделать голубцы давно не ели что я про них вспомнила когда увидела рис чесночок 3 головки у меня тут все папа надавал все домашнее все такое вкусное помидоры розовые вот они еще бурые чтобы они у нас полежали специально такие ну столько тут их много что их разом не съесть но несколько есть из белых сразу покушать вот они вообще сами по себе это розовые помидоры это непередаваемо вкусно там папа разрезал очень вкусные помидоры просто шикарные вот и еще здесь куча абрикосов что Саша собирал они сорт очень вкусный в общем там коробка с абрикосами здесь коробка с абрикосами и тут еще одна вот такая не знаю ну короче сколько это литров но большая такая достаточно обдерка она тоже с абрикосами наверное его приоткрою чтобы дышало и бабушки отвезли с тетелей тоже вот такую коробку абрикосов надо их мыть завтра перебирать но они прям очень вкусные конечно будем кушать думаю компотик варить не знаю заморозки они поддаются или нет но вот кушать у нас тут очень много еды надо с этим всем разбираться ну это уже будет завтра то что мы спать хотим искупались и будем отдыхать котики всем добрейшее утро я уже с утра вымыла голову прибралась и сейчас буду делать педикюр хочу сегодня успеть с утра ванночку сначала для ног потом я все обрежу подпилю поменяю цвет гель ну спилю старый гель лак сделаю новый гель лак все таки лето и хочется ухаживать за своими ножками вот и сейчас с утра у меня появилась такая возможность поэтому занимаюсь вот голова у меня сохнет тоже надо это ее высушить ну я сейчас в последнее время сушу без фена а в конце надо будет чуть-чуть протянуть так с ну в общем с расческой феном в самом уже конце когда почти будет ну когда полностью почти высох стирка я запустила наши кроссовки две мои пары и две сашины пары в общем даже и не видно сейчас там их так крутят умертят стирали кроссовки еще с утра сейчас выберу что-нибудь посмотреть у меня здесь вот такой сейчас педикюр розовый но он уже отрос достаточно сильно поэтому хочу его переделать в принципе то он в порядке но отрос поэтому вот и хочу выбрать другой цвет похожий на этот этот ярко-розовый а есть у меня ярко-оранжевый с перламутром хочу сделать его время 10 утра а у меня уже готов педикюрчик новый сейчас покажу на предменном свете вот такие получились яркие сочные такой прям ярко-кислотный но при этом он с перламутром мне очень нравится такой цвет блин освещение такое странное конечно ну я думаю так видно и понятно что получилось мы позавтракали собрались я сегодня в платье в своем рубашке очень удобно в нем вот выезжаем в дом пошли за моими лизиками слушайте хорошо они смотрятся я проверила они как раз вот я даже со своими кроксами сравнила они по размеру даже больше даже чуть-чуть вот смотрятся отлично все подошло мы приехали к родителям папа пока подстригается решили зайти в гости к маме вот Саша абрикосами сейчас угостит вчера которые нарвали у папы как персики очень вкусные прикусики с собой тоже взяли в гости зашли в новинк взяли большой попкорн и эти хлопья за молочком за молочком за молочком молочком покупочки мы уже в доме купили хлопья с молочком покушать попкорн соленый большой такой где-то в магните мы взяли пухкорные хлопки а вот это молоко как обычно оно 99 рублей а вот этот полмолив там появился новый с экстрактом нежевики и орхидеи гель для душа 149 рублей он так приятно пахнет просто вообще я там даже так чувствуется просто кайф вот его еще я решил опять и изики мои вот еще вторая была покупка я сняла оставила вот эту так что на wildberries купила буду их с собой на море брать прикольные я вам там wildberries сняла чуть-чуть тут открою покажу качество хорошее такие аккуратненькие прикольные я заказывала 38 39 но с ними надо осторожно читайте отзывы они очень сильно маломерят чтобы угадать размером красота есть разных цветов и мне понравились именно вот такие в бежевом цвете просто супер посмотрите кто тут и 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 с и и и и и и и и не поливали, видите, надо полив каждый день, а то им очень жарко. У нас стоит 35 градусов. Вчера они у меня остались без полива. Сейчас под корень чисто чуть-чуть налили им, чтобы они попили. Вечером, попозже, когда солнце уйдет, буду уже хорошо поливать все. Всем жарко тут. Пекинскую капусту подвязала резинкой, так, чтобы наверх качанчик формировала. И тут надо бы подвязать, надо еще одну резиночку привезти. Рассада вышла погулять. В общем, красотища. Какое сегодня небо, а? Просто прелесть. У нас время уже 4, и я решила поливать. Капуста прям прекрасно себя чувствует. Кабачки тоже. Все прижились. Ой, эти. Дыни и арбузы. Тут не кабачки. Вот капустка. Все, что сажала, все в порядке. У них пальмы еще приживаются, конечно. Вот дынька. Хорошо себя чувствует. Жаришка еще хоть и 4, и все равно жарко. Время полшестого я полила с этой стороны. Поухаживала с огородом со всех сторон. Собрала с кабачков. Лишние листья убрала и собрала вот эти вот цветки мужские, которые не дают плода. Видите, они на палочке. Из них очень вкусная долма получается. Прям вот так вот этот цветочек фаршируется. Вот в Турции делают долму именно с вот этими цветами кабачка вместо виноградных листьев. Вот мне очень интересно попробовать. Собрала целый букет. Будем кушать долму. У нас время полседьмого. Я уже поливаю с этой стороны, где у меня... Там я уже вот полила. Где огурчики, все остальное, где капуста. Я поливаю кабачки здесь, капусту, лук, помидорки. И потом пойду на улицу поливать газон. Солнышко уже ласковое, приятное. Поэтому вполне себе здесь у меня все хорошо. Хочу сегодня пораньше пролить, чтобы мы уехали пораньше. А не как обычно в 10 в 11. Это очень поздно. И мы не высыпаемся. Поэтому поедем сегодня пораньше. Я внутри уже все полила. Теперь поливаю снаружи газон. Эти пальмы такие красавицы. Ну юпи. Они выпустили новых сколько листьев. Можно уже нижние тоже обрезать. Вот эта, смотрите, прижилась. Как пошла, пошла уже. Вот эта еще пока лежит. Но видно, что приживается. Вот та начала вставать. Следующая еще чуть-чуть лежит. И последняя тоже начала уже... Ну, у нее торчат вверх новые листья. Это очень классно. Все юпи приживаются. Я поливаю газончик. Очень ждем его. Будет вообще тут просто супер красотища.